Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала! На самом деле, мы сейчас не часто выпускаем ролики, так как у нас сейчас работа на самом деле больше, чем летом. В общем, сделали мы очень много работы. Спасибо большое погоде, что она стоит такая теплая. У нас очень теплая осень. Я вам сейчас все расскажу, все покажу. Ну, а вам желаю хорошего дня, отличного настроения. Дорогие друзья, посмотрите, сегодня я опять занимаюсь сырами. Покрываю сырочки латексом. У меня одна головка прибалтийского, две головки эстонского, вот в желтом латексе сохнутые. И здесь на переднем плане буковина, две больших головки. Это все сыры на данный момент, которые у меня есть. Ну, вы все знаете, что у нас проблемы сейчас с молоком, так как коровки поят телят. Телят еще маленькие. И по большому счету молока нам остается домой не так много. Если что-то слишивается, то я готовлю творог. И, ну, для семьи, естественно, либо адыгейский сыр. То есть такого я пока не готовлю. Один раз варила халуми. Надеюсь, что сейчас перестанем поить малышей, молочка прибавится. Вот такая красота. Сыр очень красивый. Сейчас прибалтийский я покрываю латексом вторым слоем. А эти сырочки первым. Сейчас все подсохнет. И я переверну и покрою их еще. Вот такие дела. Все сырочки будем пробовать в ноябре. Начнем потихоньку вскрывать. Потому что буковина как раз вызрит к ноябрю. По-моему, 9 ноября, если я не ошибаюсь. Либо 9, либо 12. Я посмотрю свои записи эстонский. И будет готов немножко пораньше. Но я планирую вскрыть сразу три головки. Прибалтийский будет готов 16 октября. Эстонский будет готов в середине октября. Тоже где-то числа 15. И вот самое долгое из них будет вызревать буковина. Вот такие дела. Сейчас нанесу еще вторым слоем первый слой. Потом второй слой. И потом обязательно сделаю надписи на сырах. Вот такими пищевыми фломастерами. Специальные пищевые фломастеры купила. И получается, напишу на сырах дату и название сыра. Первую буковку, чтобы их не перепутать. Вот такие дела. Хочу вам показать свое творение. Больше недели я тут ползала. И наконец-то более-менее все привела в божеский вид. Посмотрите, вот это ворота наши. Вход получается к нам. Я сделала вот такие клумбы. Мне Алексей сегодня помогал привезти щебенку. Все это засыпать. В общем, вот таким образом мы сделали. С этой стороны сделали такую полукруглую клумбу. И вот. А там дальше сделали вот такой большой-большой проход. У нас он был очень узкий. По вот эту газовую желтую трубу. Если вы видите. И мы вот, получается, сделали клумбу. Все отсыпали. Далее я по весне замульчирую все песочком. Привезу сверху. На черную кровной насыплю песка. И кору. Закажу к весне. И будет. Но я считаю, на начало октября. Уже на середину октября. Сегодня 15 число. Я считаю, что все отлично. Вот такие дела. Такая красота у меня получилась. Я, конечно, безумно рада. Потому что сколько я хотела времени сделать эту красоту. Входную вот эту группу. Потому что, ну, это правда очень важно. А вот на переднем плане перед вами стоит горка детская. Ну, ее получается. Я уже рассказывала. Приобрели здесь, когда переехали. В следующий год, если у нас будут силы, средства и возможности застелить всю вот эту зону искусственным газоном. Потому что здесь все-таки играют дети. Поэтому я считаю, что лучше сделать искусственный газон. Здесь вот у нас крыльцо. Но мы его тоже будем переделывать. Потому что вот оно от хозяев нам досталось. Вот в таком вот виде. Оно все старое, разваливается. Тут Алексей пришел с грязными сапогами домой. И старое. Ну, в общем, вот в таком виде крыльцо. И здесь получается у крыльца вот такая зона. Это тоже все будет заливаться бетоном. Будем переделывать крыльцо, если будут силы. Ну, и вот здесь будет искусственный газон полностью вот в этой зоне. Эти цветы, это все однолетники. Они сейчас зацветут. Доцветут. Точнее, ударят первые морозы. Я их выкопаю и все уберу. Ну, вот, в общем, я сомневаюсь, что здесь нужны цветы. Все многолетники, которые были с этой стороны, я пересадила вот сюда. Также по лету эту клумбу всю я замульчирую. Песочек привезу корой. И получается, это вот, кстати, домашние цветы. Заберу их домой. Там вот вдали у меня сидит гортензия. Сейчас я вам покажу ее. Она гортензия здесь. И вот там, где бутылка висит на крюке, ну, это мы так специально обозначили, я туда пересадила розу. Мне ее прислали в подарок. Я ее посадила здесь на передний план. Она мне не понравилась. Я ее туда посадила. Она плетистая. Ну, забыла, как называется. Вот там вторая бутылка, это лагуна роза. Но она не прижилась, по-моему. Я по весне посмотрю, если она прижилась, я также ее облагорожу приствольным кругом. И, получается, оставлю. Если не прижилась, то не прижилась. Вот у нас вот в этой зоне, кстати, обратите внимание, у нас здесь был провал, когда мы сюда приехали, прям большой. Получается, здесь была ровная площадь, а там был резкий перепад, прям вниз. Он, получается, был почти метровый. Мы здесь все засыпали, как бы, но со временем земля проседает, и нужно вот опять все это отсыпать, засыпать. Тоже по весне будем этим заниматься. Вообще, думаю, что зря я, наверное, розу сюда посадила. Посмотрю по весне. Скорее всего, я пересажу вот туда, где у нас нет прогала, где лагуна у меня сидит. А здесь я просто, если что, поставлю в питунью в горшках, и все. Гортензия, кстати, вечное лето. Одна гортензия у меня сидит. Я вот ее облагородила уже. Ну, то есть, посмотрю, это вот ящик я приготовила, чтобы ее накрыть на зиму. Но пока тепло. Пока не накрываю. В общем, будем смотреть, как и что. Ну, главное, мне нравится, что мы так много успели сделать. За эту осень прям очень много. Еще с грядами мы занимаемся до сих пор. Сейчас я вам покажу, как там у нас дела происходят. И это круто на самом деле, что огород и сад приобретают такие ухоженные очертания. Потому что со скотиной, когда занимаешься, очень много времени тратится на животных, на переработку, и на дом, сад. И огород вообще не остается времени, когда ты еще особенно один. То есть, с маленькими детьми все сложно. Ну вот. Я считаю, что мы очень много сделали для весны наперед. И весной нам будет работы немножко поменьше. Вот. А здесь у нас вот такая ситуация. У нас начались дожди, и мы не успели обработать 6 гряд. Но сейчас дождики закончатся, завтра еще пройдут, а потом закончатся. И мы спокойно доделаем эти гряды. А сейчас покажу вам, что мы успели сделать там. И очертание приобретает наш огород. То есть, мы уже давно установили вот эти две гряды. Наверное, в конце сентября мы это сделали. Ну, потому что дела, сами знаете, не ждут. То есть, мы занимаемся всем постепенно, как есть силы и возможность. Ну вот. Две гряды под клубнику 5-метровых. Вот эту мы установили. Высадили клубнику. Здесь через расстояние 90 сантиметров будет трехметровая гряда и метровая. То есть, они уже готовы. Вы видите, перевернутый кверх ногами стоит. Я их все покрываю на два раза антисептиком и сверху краской, чтобы дерево дольше прослужило нам. Так скажем, вот так. Гряды здесь встанут. Вот трехметровая и метровые. И дальше также 5-метровая. Вот она с клубникой. И дальше трехметровая. И вот так они будут у нас по огороду расположены. Вот дальше за грядами. Там у нас сидят кусты ежевика. Жимолость. Они нам все достались от хозяев. Кусты хорошие, ежевика особенно. В общем, будем их заниматься обрезкой. На зиму. То есть, отправлять их в спячку. А потом, я надеюсь, по весне у меня будет время. Я хочу там всю-всю вот это пространство между грядами. Под, получается, плодовыми вот этими кустарниками хочу застелить все черным укрывным максимально. Во-первых, это мульча. Во-вторых, все-таки это минимум травы и ухоженный вид. Ну и, соответственно, будет меньше работы потом, в дальнейшем. Много времени останется для именно ухода за самими плодовыми вот этими кустарниками. Еще будем менять с соседями забор. Посмотрите, какой у нас ужасный забор между нами с соседями. Вот. На весну планируем его замену. В общем, вот такие дела. Стою вам сейчас, рассказываю. А начался дождик на улице. Побегу домой заниматься делами. Ну, а вам хорошего дня. Отличного настроения. Спасибо, что смотрите наш канал. В последнее время прибавилось подписчиков и комментариев. Люди комментируют, им нравится. Но я очень рада, правда, что вы смотрите. Потому что мы обычные, простые люди. Я хотела вот давно об этом сказать. Мы не блогеры. И не позиционируем себя как блогеры. Мы просто снимаем для себя. Просто показываем вам свою жизнь. То, что мы молодые. Приехали в деревню. Позиционируем то, что не надо бояться деревни. Не надо бояться скотины. В деревне люди могут жить, зарабатывать. Быть успешными, состоявшимися. Это круто. То есть жить на земле, радовать себя хорошей, качественной продукцией. То есть вот на следующий год, я надеюсь, весной детки будут лопать ремонтантную классную клубнику. У меня здесь крутые сорта. Я все заказывала. Надеюсь, что все будет хорошо и все приживется. И потихоньку, помаленьку мы все здесь облагоустроим. И вы будете радоваться всему этому вместе с нами. Дорогие друзья, хотела вам рассказать. В последнее время я часто слышу такое. Мы живем в деревне. И часто говорят о том, что молодежь ничего не хочет. Молодежи ничего не надо. И так далее. Вот хотела вам рассказать про нашу семью. Мы не афишируем, что мы как-то помогаем. Мы не считаем, что это нужно делать. Как говорится, хочешь помочь, просто помоги. Не надо об этом кричать на каждом углу. И, наверное, поэтому люди думают, что молодежь ничего не хочет. Вот говорю, в частности, за нашу семью. Мы сейчас находимся в нашем детском садике, в деревне. И у нас вот в прошлом году, по-моему, или в этом году, правильно Леша говорит, в этом году нам поменяли крыльцо. Оно было вот в ужасном состоянии, просто деревянное, все поломанное. И мы нам заменили. Но плитка очень скользкая на крыльце. И вот мы с родителями скинулись в детском саду и купили вот такие коврики на крыльцо. И вот Леша приехал и делает их сейчас. Смотрите, они вот полностью резиновые. Одна мама дали нам клей хороший, чтобы мы не покупали. У них остался. Они вот дали клей. И мы, получается, и вот у Алексея выбрал время. И вот приехали мы с семьей. И вот делаем мы такую красоту, чтобы нашим деткам не было скользко. Заказали мы их на озоне. Стоимость одного коврика 500 рублей. Их здесь 8. Посмотрите, какая толстая резина. Обратите внимание. И вот. И все. И мы вот Алексей приехал. Вот так вот. Сделали как раз пока выходные. Деток нет. Все подсохнет. И деткам не будет скользко. Зимой будет удобно и хорошо. Поэтому, наверное, это касается всех сел. Да? Потому что, ну, часто говорят в деревнях молодежи делать нечего. Только там пьют и ничего не делают. Я считаю это неправильно, если не знать об этом. Не все же афишируют свои добрые дела. Поэтому, ну, в общем, как-то так. Неплохая у нас молодежь. Не думайте так. Ну вот, в общем, мы побежали. У нас еще много тел. Неплохо. Ну вот. Ну вот. Транс, транс. Транс. Продолжение следует...